На свете такое яркое солнце. Сейчас я вам покажу на минуточку. Я решила закрыть прям черным жалюзи, иначе я очень засвечиваюсь. Вот так вот светит, вы видите, что все выбеляет. Все-таки Beach Calgary это солнце. Но я надеюсь, что так картинка будет не очень темная, потому что закрыла черными жалюзями. В общем, я хочу вам показать распаковку подарка. Точнее, я уже, конечно, распаковала это. Было в прямом эфире в круглых кокетках. Сейчас постараюсь где-нибудь здесь вставить QR-код, если у меня получится. Но под видео он точно будет. И все это время я не убирала коробку. Хотела вам ее показать. Конечно, здесь осталась только вязальная составляющая. Все вкусняшки я уже прикончила, потому что посылка эта пришла, мне кажется, в сентябре еще. И давайте, в общем, уже на нее посмотрим. Мне не терпится ее как бы расфасовать и связать образцы. Давайте начнем, наверное, с пряжи. И так будем двигаться по порядку. Коробка у меня такая огромная тут стоит. Я вам буду из нее просто доставать. Не сказал, да, что посылка мне пришла от Свита Ларсен в честь моего дня рождения. Попозже, но праздник продолжался очень долго. И спасибо-спасибо ей большое. Вот, в общем, первое сокровище, которое я никогда до этого не видела. Поделитесь, видели ли вы. Это вот такая пряжа от Leng. И смотрите, какого она необычного окраса. Это не просто полоски. Здесь вот одна нить, если получится взять, она сразу покрашена серым. Вот я ее верчу черным, видите? И это прям вот одна нить. Это не нитки внутри перекручены. Это вот она такая необычная. Ну вот смотрю, где, например, розовый или какой-то салатовый, да? Он вроде как с двух сторон прокрашен. В общем, классная. Хочу из нее связать, конечно же, носки. Может быть, даже себе. Я так поняла, что у меня вообще нет темных носков. Не одних. Всегда обычно эта пряжа достается мужу. Потом пряжа, которая... У меня остался один клубок. И если вы смотрели игру вязания на выбывание, вы, наверное, узнали в этом клубочке шапку, которую я вязала для дочери. Да, мне Света прислала два моточка Drops North. Невероятно красивый цвет. Это цвет номер 25. Линовый такой. И вот один уже я раскрыла. Я из него вязала шапку. Конечно, мне далеко там не весь моток ушел. Вот один тронутый. И там сто процентов еще хватит на какой-то аксессуар. Может быть, носки или перчатки. Я прям уверена в этом. Я не очень много задействовала пряжи в шапке. Так, дальше. Давным-давно, я даже не знаю. Возможно, это видео закрыто на моем канале. Я заказывала пряжу на шапке детские, когда была скидка у Drops Cotton Merino. И когда мне эта пряжа пришла, я просто в таком приятном восторге оказалась от одного цвета, что я даже упомянула в кокетках, надо было заказывать на целое плечевое изделие. Мне он очень понравился. И вот, представляете, Света запомнила. И потом она докупила мне эту пряжу и прислала. И теперь у меня невероятно красивый зеленый Drops Cotton Merino. У меня есть на целое плечевое изделие. У меня даже есть уже идея, какое это будет плечевое изделие. Мне надо только связать образец. Я посмотрела и на Раверли, и также в Инстаграме, что, во-первых, из него вязали, на что примерно мне хватит. Вот, Ната Стрикт, она вязала 10 мотков. 9 она потратила, по-моему, сказала. По описанию, аппетитный нит. Мне кажется, Storm Sweater или какой-то такой с узорами. Ну, у нее, правда, размер, наверное, XS, но я узора не хочу. У меня будет другой дизайн. У меня 10 мотков, и я надеюсь, что мне хватит. Ну, я думаю, я почти уверена, что мне точно должно хватить. Это будет 1150 метров, по-моему. Или 1100. Да, 1100 метров должно хватить. Очень красивый цвет. И, кстати, давайте я вам скажу, по-моему, он как там попугай называется. Цвет номер 37. Очень насыщенный такой, прям как яблочко. Так, давайте дальше пряжу посмотрим. И здесь еще было такое красивое сокровище. Пряжа называется Коз. У меня тут один моточек раскрылся. Сейчас я другой возьму. который от полноты своей раскрылся в таком красивом вообще цвете. Пушок тут что-то попал. Вот с этой стороны покажу. Он очень красивый. Мне кажется, у вас сейчас правдиво передается. И к нему еще Света прислала вот такие цвета. Я специально лицо закрываю, чтобы фокус был на пряже. Вот такие. И это на жаккард. Всех цветных у меня по одному мотку. А вот этого, кажется, шесть. Да, шесть моточек вот такого красивого цвета. И она сказала, что на какой-то жаккард. У меня уже есть идея жаккарда. Я вот ждала, когда сниму вам эту распаковку и сделать образец. Попаду ли я в плотность. Здесь 150 метров на 50 грамм. И рекомендуют спицы 5,5. Но Свет сказала, что жаккард там и на шестерке, и на семерке, кажется, вяжут. Я попробую, да. Не хочется такого плотного полотна. Хочется более воздушное. И вот эти вот два дополнительных цвета, такого натурального окраса, это немножко другая пряжа. Это пряжа Викинг. Тоже норвежская. У нас такое вообще не продают. Здесь такой же метраж. Чуть-чуть отличается состав. Прямо буквально на проценты. По мягкости. Сложно сказать. Ну, может быть, мне кажется, вот этот цвет помягче. А так они очень похожи. Да и то, мне кажется, вот этот не крашеный. Наверное, натуральный. Вот поэтому, может быть, он помягче. В общем, красивенные такие пухляши. И вот будет какой-то жаккард. М-м-м. Так. И еще там была одна вязальная штучка. Сейчас я ее найду. Где у меня этикетка от нее? Где-то в коробке, видать. Пока я тут пряжу доставала, коробку куда-то. Ой, этикетка. А, сейчас упала. Так, просто я уже давным-давно разорвала упаковку. Это Repair Hooks, да, называется. Крючок для ремонта. И вот в таком чехольчике было три крючка. По-моему, три с половиной, четыре. И четыре с половиной, что ли. И знаете что? Я сначала подумала, ну, крючочки маленькие, классно. А потом, когда я начала им пользоваться, покажу. Да, четыре с половиной последней. Здесь с одной стороны крючок, а с другой стороны спица. Да, видите его, да? Сейчас. Вот так спица с другой стороны. И достаточно удобно подбирать, да, и сразу провязывать. В общем, я раньше таких девайсов не видела, но очень удобный помощник. И то, что в своем чехольчике, это на, как это, такая липучка, да, на липучке, они не вывалятся. Ну, и жемчужины вообще всего этого подарка, просто корона, корона этого подарка, был невероятный, сейчас я вам покажу, хотя, Анташ, самотканный снуц. Вы знаете, когда я его распаковывала, ну, был сложен, я увидела серый цвет. Сейчас я переставлю микрофон. Я увидела серый цвет, и, ну, я поняла, да, конечно, что это палантин, который Света сама откала. Но когда я его раскрыла и поняла, что это тот самый палантин, у меня просто, знаете, как слезы брызгали из глаз. Я не говорила Свете, но когда она показывала шерсть, которую будет прясть, и потом из которой будет ткать, вот это вот сочетание, такого цвета озера Лайк Луис и серого, мне казалось, что это просто фантастическое сочетание, и он мне так понравился. И я даже мысленно позавидовала тому человеку, который его купит. Ну, я, конечно, за него порадовалась, потому что мне казалось, что это просто вот идеал вообще. И, ну, она его соткала, она показала его потом готовым. Как-то он, не знаю, пропал с радаров. Я была уверена, что он уже нашёл своего хозяина, что он его кто-то купил. Я ещё помню, что Света говорила про... Или это она в другом видео говорила, но я помню ещё заметила, что шапку такого цвета хочет связать. И вот шапку как раз она в игре связала. Шапка тоже прям суперклассная получилась. За счёт... Ну, она обычная, то есть не какая-то такая навороченная, да, резинка один на один. Но этот цвет, это вообще пушка. Так вот, этот палантин, оказывается, свет от Кала специально для меня. Подбирала цвета. И, наверное, поэтому у нас сразу с ним случилась такая любовь через экран. Ну, и сейчас я из него просто не вылазью. Когда, ну, одеваю ту одежду, да, под которую он подходит. Он очень удобный, очень тёплый, такой драпирующийся. Это сокровище, да, что самотканное, самопряденное изделие в моих руках. И он ещё большой. Ну, он не супер, да, огромный. Он такой большой, что, например, когда мне надо покормить ребёнка, я могу просто вот так вот закрыться, как занавесочкой. И вуаля, да. Можно не носить с собой специальные приспособления даже. В общем, я, конечно, уже давным-давно им пользуюсь. Я от него в восторге. Мне так нравится. И передать те слова благодарности Свете, это не описать вообще. Просто не описать. Свет, спасибо тебе ещё раз огромное. Я каждый раз, когда его беру с вешалки, тебя вспоминаю. А если я встречаю какого-то ещё человека, который его не видел, этот палантин, я обязательно ему рассказываю историю, что он самотканный, он самопряденный, и он вообще просто ручной-ручной. И смотрите, какой он классный. Вот. И вот здесь Меренос. Она прила в основе, там альпака. Основа в тканном полотне. Чтобы вы понимаете, да, что я ничего не знаю от качества, но вот как Света написала, я вам так и передала. Я думаю, что вы все следите за её каналом, и все увидели, как он ткётся, какая красота выходит из-под её рук. В общем, это просто сокровище. Я забыла ещё показать вам две маленькие вещички, которые лежали отдельно от коробки, уже на столе. Как-то я про них забыла. Первое — это открытка, на которой нарисован норвежский традиционный дом викингов. Классный, да? Он находится вот прямо на острове, на котором живёт Света. Такая крыша деревянная. И другой маленький аксессуарчик — это такая вот сова. Ой. Это маркер. И когда, знаете, я его ещё увидела, он у меня прям так ассоциируется со Светой, потому что Свет у нас работает ночами, да? Я думаю, что вы тоже в курсе. И в прошлой игре она вязала... В прошлой игре вязания на убывание она вязала очень красивые митинги с совой. То, что постараюсь найти картинку. Это Света вязала, да? Это не я. И вы просто, знаете, когда я вижу сов, я, во-первых, всегда вспоминаю вот эти митинги. И Свет вот мне прислала кусочек себя, можно сказать. Пока я его ещё не использовала, хотела вам тоже показать. Но обязательно он у меня пойдёт в ту лопопейс, в которую я буду вязать. Кстати, если вы знаете какую-нибудь идею для вязания лопопейса... Да, этикетка отвалилась. Обязательно поделитесь, пожалуйста, со мной в комментариях. Мне будет очень интересно. А пока я остановила свой выбор на... Забыла... Анна Вензелл, я забыла, как называется это описание. Вставлю тоже тут картинку. Мне там надо будет проверить, попадаю ли я в плотность и хватит ли мне пряжи. Это пока такое, наверное, единственное, на чём я остановилась. Но для неё, скорее всего, я буду использовать только два цвета. А чтобы, например, все четыре вошли, у меня пока нет какой-то идеи. Если вы что-то такое знаете, или там три, то, пожалуйста, поделитесь... Ой, тоже так красиво вы посмотрите. Да? Вот такими цветами. В общем, пожалуйста, поделитесь со мной. Я буду вам очень благодарна. Ну, я в любом случае буду сначала вязать образец. Да, надо там посмотреть, какая плотность примерно. Так, на этом с распаковкой всё. Надо рассказать вам про это изделие до того, как я его сейчас полностью весь распущу. Это жилет, который меня попросил связать подруга. Я сейчас ставлю картинку, которую она мне прислала из какого-то магазина. Ну, она мне сказала, какой размер. И я там посмотрела на сайте. Был размер плечей, груди и бёдер, и длина изделия. И я, в общем, как-то так нарисовала в своей голове такой немножко трапециевидный жилет. Но потом, когда присмотрелась, уже вот это вот отвязав, присмотрелась ещё раз на картинке, на другие, я поняла, что там идёт сначала сужение, достаточно резкое, а потом идёт ну, как песочные часы фактически этот жилет выглядит. Поэтому мне сейчас вот это вот всё надо распустить. Я ещё раз взяла петельную пробу с моего огромного образца и уже нарисовала этот жилет. Он выглядит, ну, как я сказала, как песочные часы. Поэтому мне сейчас надо из сантиметров всё это написать в петли и можно будет перевязывать. Ну, хотела вам показать вот это огромное полотно. В нём нет, конечно, ничего интересного. Несколько дней моей работы, честно говоря, и всё в распуск. Но это не страшно, он вяжет достаточно быстро. Здесь спицы номер пять. Да, тёрка. Вот. Но я думаю, что получится что-то интересное. По итогу вот до Рождества мне это надо закончить. В предыдущем включении я вам показывала жилет и что я его буду перевязывать. И я его уже перевязала. Покажу сейчас, на какой стадии он находится. По сути, просто полотно. Это проймы и так, не знаю, как вот так, может быть, что ли, кверх ногами его показать. В общем, это низ, да, и это пройма. Тут очень плохо видно форму, что я сначала приталивала, а потом расширяла. так. Да-да, все равно, ну вот, в общем, это кончик, что я сначала убирала сантиметры и вот пройма пошла. Уже здесь идут прибавки. Я израсходовала два мотка, взяла третий и микрофон на мне. И я думаю, что мне вообще трех мотков хватит. Подозреваю. Я еще буду его делать одинаковым, что спереди, что сзади. У меня не будет разница в горловине. Я думаю, сначала, наверное, и так сижу, если что, исправлю. Мне просто кажется, что, знаете, полотно будет такое подвижное, чтобы не мучиться где-то вперед, где-зад. Будет просто одинаково. Так, и давайте я вам расскажу самое приятное. Это про итоги игры в Зане на выбывание пятый сезон. мы остановились на том, что мы все вязали плагиат. И уже все итоги подведены, да, мы знаем победителей. Но я давайте, наверное, сначала скажу, как я проголосовала за пятый этап. И объюли еще раз итоги. И, в общем, такое. я себе решила, что в задании плагиат я буду критерием моим будет тот, кто не плагиатил сам себя. Хотя у меня был тоже, помните, вариант когда-то, что макроме на стену. Правда, единственное, что я думала, как бы просто саму идею макроме повторить, а там все-таки надо было, чтобы оригинал узнавался в плагиате. Ну, я в любом случае от этой темы отошла. И, в общем, как я отдала места. Первое место я отдала Оле Магнолии ее классным тапком, который она валяла. Мне очень понравилось ее решение от Жаккар. И так классно вообще смотрится. она большая молодец. Я ей отдала первое место. Второе место я отдала Наташе из Карелии Ницев Кардинлэнд и ее сумки. Тоже, да, не ее идея. Мне очень понравилось, как она обыграла. И, вообще, мне кажется, такая сумка даже как проектной подойдет. Но самое удивительное, что я бы тоже, я ее хотела бы сплагиатить, и я думала об этом, но у меня нету такой пряжи. Я не очень хотела покупать специально для игры, куда-то бежать и искать букле. Как бы у нас нету бобиной пряжи, да, из вариантов возможно, это только, наверное, дропс. Он тоже не дешевый, я вообще не снать его искать. Ну, в общем, мне очень нравится эта сумка, но я решила, что я не хочу тратиться специально на игру, чтобы связать такую. А Наташа вот связала, и у нее очень классно получилось. И третий человек, которому я дала третье место, она меня очень удивила, она плагиатила меня, но что-то пошло не так. Очень я в конце даже так, ну, не то чтобы смеялась, но забавно получилось. Анна, она пыталась повторить мою шапку канадскую, да, и мне понравились ее идеи с Пинтереста, которые она показывала своим видео, но когда я первоначально увидела ее фотографию, я думала, она плагиатит сама себя из предыдущей игры, когда она взяла шапку, ну, там тоже были ушки, только не такие пришивные, тоже были цепи, я думала, она ту шапку повторяет, каково же было мое удивление, что это была моя шапка, вот, ну, в общем, знаете, как бы мастер не старался, все равно выходит вот то, что он умеет, да, то, что у него хорошо получается, но так как как бы Алла вязала шапку примерно так же, как я показывала, да, и потом просто ее зашила, но сама вот эта вот идея таких ушей, у нее получилось намного проще, чем, мне кажется, в предыдущей игре, и смотрится очень здорово, в общем, я не могла пройти, конечно, мимо, мимо такого плагиата на себя, и дала ей третье место, и, видимо, я как-то то ли разговаривала громко, то ли чего, в общем, Эрик проснулся, теперь он будет спать у меня на коленях, и, возможно, немножечко сопеть, так что все странные звуки это от него, но хорошо, что мне больше ничего с вами, вам руками в кадре показывать не надо, давайте мы договорим про игру, сейчас вы видите на своих экранах победителей всей игры, у нас их четыре в этом году, первое место заняла Аурика, второе Наташа Дуэк, и третье Настя Белый Шиповник, и Наташа Кариден Лэнс, я поздравляю от всей души вообще девчонок, вы большие-большие молодцы, и, кстати, кто пропустил, у нас еще были дополнительные баллы, по пять баллов нам раздала Оля, мы могли их каким образом, хотим каким образом отдать кому-то, и мы записывали видео, оно смонтировано и лежит в Телеграм-канале, очень было интересно смотреть, так немножко держала все нервы в тонусе, так, пишет, что требуется больше света, да, ну так мне полоска, ну, надеюсь, ничего страшного, вот, в общем, если вам интересно, пройдите, посмотрите, как мы отдавали свои дополнительные баллы, так, и еще, давайте я вам расскажу, что у нас был приз зрительских симпатий, и его заняла у нас Света, я абсолютно с вами, как зритель, солидарна и согласна, Света, большая, молодец, и еще, мне кажется, это новое видение этого года, в этом году был приз от спонсоров, то есть спонсоры сами еще голосовали в своем отдельном чате лайками, и по итогам этого, этой номинации у нас тоже две победительницы, это Света и Наташа Коридиналленд, тоже я, девчонок, очень-очень поздравляю, вы большие-большие молодцы, так, я знаю, что еще будет какой-то сюрприз, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что об этом сюрпризе я еще не в курсе, но он будет для зрителей, на момент записи видео я не знаю, так, и еще давайте я вам расскажу, кого я выбрала среди зрителей как победителя, очень было сложно выбрать, потому что очень классные работы у всех, но как-то надо было определиться, и я решила подарить Марине, Марина живет в Германии, сертификат на покупку чего-то в магазине Волрайт, вот ее работы, Марина, мне интересно, если вы смотрите мой канал, то я вас поздравляю, и также я решила отметить тоже двух девушек, тоже одна из них Марина и Вика, сейчас будут их работы, причем Вика, она принимает, мне кажется, все четыре года участия, как я играю, мне кажется, я тоже хочу их отметить, работы очень красивые и подарить им описание на их выбор, это может быть или с сайта Раверли, или, например, на Бусте, там, где я могу купить, у нас всегда поправочка, что я живу в Канаде, и на некоторых сайтах может быть загвоздка с покупкой, в общем, в любом случае, я вас поздравляю, я думаю, решим этот вопрос, где, откуда, что покупать, поздравляю зрителей, все, все большие молодцы, обязательно тоже проходите на канал других девочек, смотрите, кого они выбрали, и также результаты будут в Телеграм-канале, наверное, на этом все, я буду с вами прощаться, но приглашаю вас далеко не уходить, хочу в ближайшее время вам показать, извиняюсь, хочу в ближайшее время вам показать свои свитера, над которыми я в том числе немножко параллельно работала в игре, пока шла игра, и у меня сейчас аж три, три джемпера из пряжи ручного окрашивания, что-то меня в этом году прям понесло, мне так нравится из ручного окрашивания вязать изделие, поэтому оставайтесь, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и приглашаю, наверное, вас в комментарии, давайте знакомиться, если вы только подписались, и мы скоро уже с вами увидимся, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok